Сейчас мы с вами поговорим о просто невероятно душесчипательной теме. О теме женщина с ребенком или же мужчина с ребенком. Среди современных блогеров наблюдаются тенденции. Они начинают отстаивать то мнение, что женщина с ребенком еще может построить личную жизнь, еще востребована на рынке невест, еще может быть счастлива и может прийти в ее жизнь мужчина, который примет ее ребенка как своего. Точно такая же ситуация в обратную сторону, что мужчина, который имеет детей от первого брака, он завидный жених, он хороший отец, он уже имеет опыт и второй раз с ним будет еще лучше. Я не отрицаю, что на счастье имеют право все. Я не отрицаю, что за свое счастье нужно бороться в любой ситуации. Пусть у тебя 10 детей, пусть тебе уже 80 лет, ты имеешь право на счастье. И имеешь все шансы найти свою половинку. Но в своем видео я хочу рассказать обратную сторону медали. Как это иметь отношение с человеком, у которого уже была семья, у которого уже есть ребенок. Я хочу, чтобы люди понимали ситуацию с разных сторон. Они летали в заоблачных сказках. Не все в жизни так прекрасно, как может показаться на первый взгляд. Была у меня одна клиентка, которая очень тревожилась вот по такому поводу. Когда ее супруг ездил в другой город наведывать своего ребенка от первого брака, клиентку мою ужасно трясло. Она нервничала, переживала и не понимала, что с ней происходит. Мы разложили эту ситуацию на игрушках. Они с мужем, муж и жена, пара, им хорошо, они молодая семья. Но когда ее супруг отправляется в другой город, общается там со своим ребенком, схема получается абсолютно похожая на семью. Мама ребенка, отец ребенка и ребенок. Получается схема семьи. И понятно, почему мою клиентку так трясло. Мужчина с ее семьи оказывается абсолютно в другой схеме, в другой картинке. Отец, мать и ребенок. Скульптура получается семейная. Конечно же, девушка переживала. В таком случае нужно работать над границами в отношениях, чтобы бывшая жена не вторгалась в его теперешнюю личную жизнь. Работать над самооценкой, чтобы можно было принять его прошлую семью, принять его ребенка. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте порассуждаем. У мужчины есть ребенок от первого брака. У женщины нет. Они вместе сошлись. Они строят свою семью. Рожают своего ребенка. И получается, у вашего ребенка есть родной отец, родная мать. Но у вашего отца есть еще ребенок от другой женщины. И у вашего ребенка автоматически появляется конкурент. Конкурент за любовь отца. Если вас это устраивает, если вы нормально к этому относитесь и готовы к такой ситуации, вы понимаете, что вы психологически зрелые, и вы объясните и своему ребенку, и все будет хорошо, тогда вперед. Но это очень сложно. Потому что если ревнуете вы, ревновать будет и ваш ребенок. Самая тяжелая борьба – это борьба с собой. Потому что силы равны. Я уже молчу о том, справедливо ли это будет по отношению к первому ребенку. У него отец не с ним, не может дарить ему любовь постоянно так, как это положено. Так еще у его отца появляется второй ребенок, которому он может постоянно дарить любовь. Можете себе представить, что случается с первым ребенком после такого. Это не всегда, но это очень часто и типично. Хорошо, предположим ситуацию, ситуации, которые я люблю. Я люблю ситуации равности, когда ровесники с одинаковым опытом, с одинаковыми ситуациями. Он разведен, она разведена. У нее ребенок от первого брака, у него ребенок от первого брака. Они объединяются в семью. Все, казалось бы, прекрасно. Но, мало того, что эти дети могут конкурировать, ревновать и недолюбливать друг друга, не принимать отчима и мачеху, так они могут не принимать их общего ребенка. Знаете, есть такое мнение, и многие психологи об этом говорят, что дети должны смиряться с выбором своих родителей. Но вы знаете, смирить насильно невозможно. На одной психологической группе женщина поделилась, что когда ей было 3 годика, она несла свою младшую сестричку выбрасывать в окно с последнего этажа. И если бы мама это не увидела, она бы не спасла жизнь своей младшей дочке. Бывают такие ситуации, это реальность. Не думайте, пожалуйста, что я вас запугиваю или отговариваю жениться. Просто я вас прошу, думайте очень сильно и отнеситесь к этому максимально ответственно. Подумайте не только о своих чувствах, но и о чувствах своих детей. Сколько раз можно увидеть ситуацию, когда дети от первого брака уходят от своей мамы или от своего папы к бабушкам и дедушкам? Напишите в комментариях, знаете ли вы такие случаи. А когда неправильно подобранный отчим совершает насилие над своими приемными детьми, это просто ужасно, но это тоже типичный случай. Такое часто бывает. Прежде чем выходить замуж второй раз, очень хорошо подумайте. Прекрасно, когда дети маленькие. Когда они воспринимают и отчима, и папу, как пап. Принимают обоих. Принимают своих старших, братьев, сестер. Потому что они ничего другого не видели. Но а если эти старшие не принимают младших? Если эти старшие ненавидят, вот вырастает маленький общий ребенок и принимает эту ненависть как должное, он думает, что так и надо. И если это равно относительно вас, у вас был прошлый брак, у вашего партнера был прошлый брак, то это не значит, что ваши дети равны. Уверены ли вы, что ваш партнер примет вашего ребенка как своего, и наоборот? Уверены ли вы, что вы полюбите чужого ребенка как своего? И уверены ли вы, что ваш первый ребенок и первый ребенок вашего партнера полюбит вашего общего ребенка? Вот если вы в этом уверены, если вашей любви хватает на всех, вот только тогда вступайте в брак. Даже фильм есть такой перемешанный, когда люди после первых браков вступают в второй брак и вместе едут на психологический курорт. С этого даже сняли комедийный фильм, потому что это настолько больно, что кроме того, как с этого смеяться, больше ничего не получается. Принимать чужих нелегко. Знаете, типичная шутка, свыкруха не принимает невестку. Так это взрослые люди не могут найти общий язык. А представьте, как ребенку принять чужого человека или быть непринятым. Как в фильме «Сестры». И знаете, есть поговорка «Бывших жен не бывает». И отчасти это правда. Расскажу вам вот такую историю. Был у нас на работе корпоратив. И люди веселые, праздник. У нас есть Сережа, который первый раз разведен, и у него уже вторая семья. И есть незамужняя секретарша. И люди веселые на корпоративе, вы понимаете, начали шутить. «Сережа, давай с нашей секретаршей». Ну, такие безобидные, вроде бы, казалось бы, шуточки. Но я буду рассказывать не о их отношениях. Я расскажу вам фразу, которую этот Сережа выдал. Он так подумал, подумал и сказал. «Не, ребята, три семьи я не потяну». Это значит семью от первого брака. Семью, которая есть у него сейчас. Ну, и с этой секретаршей. В его голове схема состоит в семьях. Он не считает, что он с первой женой уже не семья. Он не считает, что после развода он со второй женой будет не семьей. Он просто создаст еще одну семью. И отчасти это правда. Отчасти в головах не только мужчин, но и женщин такое существует. Отношения с первыми партнерами не закончены. И даже если они могут быть закончены, как с половым партнером, то вы навсегда остаетесь папой и мамой-человечку. А папа и мама – это семья. Поэтому бывших жен не бывает. И бывших семей. И если вы молодая девушка, которая встретила мужчину после первого брака, и вы считаете, что у вас будет все хорошо, то надеяться нужно. Но очень хорошо подумайте. Прочувствуйте, что вы чувствуете. Посмотрите, как они себя ведут. И не будете ли вы ревновать его к первой жене? Ну, точно, как в гареме. Первая жена, главная жена. Казалось бы, смешно, но это бывает. На уровне чувств такое бывает. Точно так же может быть и относительно женщины. И вот главная мысль моего видео. Девушка с ребенком – это не просто девушка с ребенком. Это девушка с бывшей семьей. У нее есть ребенок от первого мужа. И по факту первый муж. И какие у них там отношения? Любит ли она еще своего первого мужа? Семья ли они по ощущениям? Это еще очень большой вопрос. Вот почему женщина с ребенком может быть проблемой. Но ни в коем случае не подумайте, что я вас отговариваю строить отношения или говорю, что эти женщины чем-то хуже. Нет, у них есть опыт, и второй раз они могут не наступить на дни и те же грабли. Тем более у них есть опыт материнства. Возможно, это даже плюс. Напишите в комментариях, как вы считаете.